Всем большой привет! Записываем сегодня видео о социальном жилье в Ирландии. Это видео будет не длинным, но надеюсь эта информация кому-нибудь пригодится и будет полезной. Погнали! На социальное жилье могут рассчитывать люди, которые попадают под определенные критерии. Первое, это если у вас малый достаток, у вас, в вашей семье, то есть мать-одиночка, либо семья, где работает всего лишь один человек, существует определенный минимум, переходя который вы попадаете под эту программу. Также, если вам действительно просто негде жить, люди, живущие на улице или скитающиеся по притонам, тоже могут попасть под эту программу. Как это вообще работает? Допустим, вы живете в каком-то доме, у вас семья, живете вдвоем, троем, вчетвером, но ваш заработок на всю семью не достигает определенной отметки, вы имеете право подать заявку на социальный дом. Вся эта программа состоит из двух частей. Первая, это HUB, Housing Assistance Payment. То есть, что это значит? Это значит, что дом, в котором вы на данный момент живете, должен оплачиваться государством, какой-то его процент. То есть, если у вас не хватает денег на проживание, вы должны подать заявку на этот HUB. Вы должны договориться с хозяином вашего дома, чтобы он встал на эту программу, подписать его на это. Не все хозяева хотят, потому что не все платят налоги за то, что они сдают жилье, не все делают это легально, поэтому желательно, чтобы ваши хозяева официально были зарегистрированы, то, что они сдают этот дом и платят все налоги, которые полагаются за сдачу дома в аренду. Если не ошибаюсь, то цена дома не должна превышать 600 евро. Но это, я думаю, в зависимости еще от города, в котором вы проживаете. Я думаю, город Дубль, там цены будут самые высокие, там, возможно, и выше. Но в любом случае, есть определенная ставка, все зависит от города и региона, в котором вы живете, поэтому все надо смотреть уже индивидуально. Если, к примеру, ваш дом стоит 600 евро, и ваша заработная плата не может подтянуть всех тех, кто живет в этом доме, все высчитывается по определенной схеме, и государство может вам начислить до 80% оплаты ежемесячно за ваш дом. То есть выходит, там, вы платите 450 евро примерно в месяц за ваш дом. Все зависит от вашей зарплаты. Могут платить и 50 евро, и 100 евро. Они там подсчитывают и определяют. Но только тогда, когда вы встанете на программу HUB, только после этого вы можете официально подавать заявку на социальное жилье. Ну и, к примеру, начислило вам государство 300 евро. 300 евро оно будет автоматически пересылать хозяину дома, а остальную сумму вы будете докидывать сам. Для того, чтобы подать заявку на социальный дом, вам надо пройти на веб-сайт Citizen Information Ирландия, и там вся информация будет вам предоставлена. И уже исходя из нее, вы сможете сами смотреть, на что вы можете рассчитывать. Очереди на все это дело довольно-таки длинные. Это может занять и 3 года, и 5 лет, а то и выше. Когда вы подадите свою заявку, к вам в дом придет комиссия. Они придут, они осмотрят, где вы живете, в каких условиях, и поставят вас на очередь. Длинная эта очередь будет или короткая, все зависит от ваших жилищных условий. Например, такой вариант. Приходят люди, смотрят, что дом просто зашарпанный, дом в негодности, жить в нем невозможно, все в плесени, все просто в разрухе. И, конечно же, поставят вас в очередь, чтобы вы получили дом чем быстрее. А если смотришь, что люди живут комфортно, с этими людьми, конечно же, не спешат. Они могут тянуть чем дольше. В первую очередь, это будут те люди, которые действительно нуждаются. В зависимости от города, в котором вы живете, есть разные зоны и разные районы, в которых выдают социальные дома. Эти районы, конечно же, далеко не самые благополучные, потому что там практически все живут социальщики. Либо какие-нибудь цыгане, либо обычные ирландцы, которые из поколения в поколение просто сидят на социальных пакетах и не хотят работать. Такие районы не пользуются большой славой и популярностью. Но вы сами можете выбрать район, в котором бы вы хотели. Вам по программе надо выбрать три района, в котором бы вы хотели жить. Конечно же, если вы выберете хорошие районы, то шансов, что там получите какое-то жилье, практически нулевой. Но может быть так, что, например, вот мы живем в этом доме, и хозяин решил продать этот дом именно государству под эту программу. Тогда у вас есть все шансы получить дом примерно в этом районе. И вы будете первым, кто получит этот дом, потому что уже живете в нем. Большинство из социальных домов, которые вы можете получить, практически это будет пустой дом, лишь коробка. Вам самому надо будет все делать, абсолютно полностью. И положить, может даже и сантехнику где-то проводить. Абсолютно все надо будет делать с нуля. У вас будет коробка, вам дают дом, вкладывайте, живите. Но есть дома, которые уже более-менее готовы, и вы можете жить, въезжать, то есть докупить только мебель и прочие принадлежности, которые вам нужны будут в обиходе. Через какое-то время вы можете выкупить этот социальный дом у государства. Сумма этого дома будет значительно меньше, чем обычного дома на рынке. Государство вам само предлагает районы, в которых оно предоставляет дома. Но вы не обязаны их выбирать. Вы можете выбрать любой другой район, который вы посчитаете приемлемым для вас. Выбрать вы должны три, но один из выборов должен быть именно в том районе, который предлагает государство. Если же вы откажетесь от варианта, который предложит вам государство, например, у них появился какой-то дом, и они хотят его вам дать. Вы посмотрели на этот район и поняли, что это точно не для вас. Тогда вы просто в очереди немножечко отлетаете назад. Можете ждать еще год, два, три для нового варианта. Наверное, мало кто хотел бы жить в доме, окруженном цыганами, потому что жилья с этими людьми в основном нет. Есть нормальные, порядочные люди, но в основном это срач, в основном это какие-то разборки, какие-то бардаки, крики, шумы. Это мусор в первую очередь. Они выкидывают и засирают полностью весь район по полной программе. Также они просто сжигают дома по соседству, чтобы они никому не достались и можно было их позже выкупить за копейки. Такие варианты я знаю. Так что, если вы решили подать заявку на социальное жилье, первое, сделайте хаб, чтобы государство вам оплачивало какую-то часть дома, в котором вы сейчас живете. И потом ждите дома уже, который предложат они конкретно для вас. Но имейте в виду, денежек немножко надо подсобирать, потому что, скорее всего, вы уедете в дом, который будет пустой, без ничего. Поэтому вам надо иметь первые какие-то деньги, чтобы его как-то обжить, чтобы не жить просто в коробке с голыми стенами. Ссылочки на хаб я оставлю в описании. Также оставлю ссылку на Citizen Information, чтобы вы могли посмотреть, подходите ли вы по этим параметрам или не подходите. Надеюсь, это короткое видео было вам полезно и интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, я буду знать о них ответ и с радостью помогу. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok